Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Семь раз с начала суток пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Как сообщили в штабе антитеррористической операции, за минувшие сутки на Луганском направлении из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты открывали огонь по защитникам Луганского. Вблизи станицы Луганска использовали стрелковое оружие. Активизировались террористы на Приазовье, это на Донецком направлении. В частности, более полутора десятка мин из тяжелых 120-мм минометов выпустили по украинским позициям в районе Широкино и Водянова. Кроме этого, в Широкино украинские бойцы успешно отбили атаку диверсантов. В послебеднее время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Наши защитники эвакуировали его и оказали медицинскую помощь. Бойцов Беркута, обвиняемых в расстреле Майдана в 2014-м, внесла в обменные списки подконтрольная Кремлю оккупационная власть Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью ЮИТВ сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, такой вариант обмена заложниками был предложен на переговорах контактной группы в Минске 18 января. Сохранить ханский дворец в Бахчисарае. С таким призывом к ЮНЕСКО обратился украинский МИД. Дипломаты заявляют, так называемая реставрация, которую проводит оккупационная власть, может уничтожить историческую и культурную ценность памятника. Ханский дворец включен в предварительный перечень для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры 16 века. Соцсеть Твиттер уведомит почти 700 тысяч пользователей о том, что они читали пропаганду российской фабрики троллей. В компании заявили, что уже заблокировали фейковые учетные записи. Теперь их контент недоступен на сайте. Но в Твиттере дают примеры распространяемых троллями постов и сообщений. В компании также заявили, что на данный момент нашли почти 4 тысячи аккаунтов, связанных с агентством интернет-исследований из Петербурга. Они, в частности, во время президентской кампании 2016 года в Соединенных Штатах распространяли информацию, которая манипулировала общественным мнением. Россия и Китай среди главных угроз безопасности Соединенных Штатов Америки. Оборонное ведомство США опубликовало краткий вариант новой национальной оборонной стратегии. Пентагон считает, Москва и Пекин стремятся изменить международный порядок, который сложился со времен Второй мировой войны. Согласно стратегии, опасными для США являются также Иран и Северная Корея. При этом документ предусматривает укрепление международных альянсов, в которых участвует Вашингтон. Солдатские кулеши, вертепы и купания. Так во Львовской области водосвятие отпраздновали местные жители вместе с военными вооруженных сил Украины. Традиционно на крещение, которое христиане восточного обряда отмечали накануне, открыли для гражданских гостей Яворовский полигон. Побывала на празднике Юлия Башко. Вместо традиционного приветствия львовяне говорят друг другу – Христос крестился. В ответ слышат – в реке Иордан. По традиции утром идут в церковь, а после обеда желающие нырнуть в прорубь собираются возле озер. Считается, что на Иорданской водосвятие вода целебная. Традиционный крещенский мороз так и не пришли, поэтому ширина льда местами всего 5 сантиметров. Для того, чтобы людям было удобнее спускаться в воду, сделали вот такие специальные деревянные настилы. В селе Сулуки вокруг озера, известного своими целебными свойствами, собрались тысячи людей. Местные жители пригласили военных 80-й десантно-штурмовой бригады. Месть от вратной крещения. Многие десантники впервые ныряют в торм. Чуть от доволи и приемли. Вода холодная, но чувства приятные. Первый раз окунался, адреналин поднимается. Понравилось, теперь буду каждый год ходить. Местные жители приготовили для десантников подарки – вышиванки и генератор. Деньги на него наколядовали на Рождество. На 12 тысяч мы купили вот такой генератор. Военные сказали, что им не нужны деньги, а попросили купить генератор помощнее. Хотим подарить им и поблагодарить за то, что у нас мирное небо над головой. Один раз в год на крещение открывают Яворовский полигон. В остальное время для жителей близлежащих сел он недоступен. Купание здесь устраивают на Танковом озере. Танковое озеро – это народное название, оно водолазное. Здесь танки делают маневры, переплавы. Сюда впадает 7 источников. Много людей приезжает использовать их целительные возможности. Мы вкинули мясо, тогда мы закинули цебулю, моргку додали. Для гостей военный готовят пшеничную кашу на костре. Леж и горячий глинтвей. Три килограмма свинины мы добавили, чтобы вкуснее было. Пшена – 32 килограмма на 300 литров воды. Яворовский полигон открывают для местных жителей уже шестой год подряд. В нашем селе Старичи не часто происходят такие события. Для села это интересная традиция – собираться тут и купаться. В этом году с украинскими военными в прорубь теряют американские инструкторы, которые приехали для совместных учений на полигонах. Я пытаюсь привыкнуть к температуре перед тем, как окунуться в воду, чтобы не шокировать мой организм. Это первый раз. У нас есть такая традиция дома, но это не религия, это для веселья. Я никогда не делал этого, но я решился сегодня впервые окунуться в холодную воду, и я рад. Спортсмены-саночники, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх в Пхенчхане, собрались в Киеве накануне последнего предолимпийского старта – чемпионата Европы в латвийском Сигуле. Все члены сборной получили комплекты олимпийской экипировки и пообщались с журналистами. Пять спортсменов-саночников представят Украину на Олимпийских играх в Южной Корее во всех четырех видах программы. В мужской одиночке Андрей Мандзий и Антон Дукач, Елена Стецки – в женской одиночке, в двойке – экипаж Александр Абалончик, Роман Захаркив, а также в командной эстафете. У нас основная задача – это командная эстафета, в ней главная психологическая выдержка. Здесь не нужно какую-то особенную силу демонстрировать, а просто красиво проехать по всей длине трассы по возможности. Я думаю, что тот результат, который мы планируем, мы и получим. Какой? Не будем загадывать, посмотрим на чемпионате Европы. Роман Захаркив поедет на свою третью белую олимпиаду. Вместе с командой протестировал олимпийскую трассу в корейском центре Альпензия. Говорит, она интересная, скоростная, но есть один крайне неудобный вираж. Есть один участок. Не знаю, была ли это задумка инженеров, которые его проектировали, или это их недоработка. Это девятый вираж, и он очень сложный. Очень мало спортсменов нашли правильную траекторию его прохождения. Процентов 80 спортсменов из разных стран разного уровня, в том числе олимпийские чемпионы. Чемпионы мира имели большие проблемы на этом участке. Для 22-летнего львовянина Антона Дукача участие в Олимпиаде 2018 было под угрозой срыва. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы, перенес две операции на ноге. Но в 2017 году смог показать результаты, необходимые для получения олимпийской лицензии. Было пять кубков мира, и по итогу этих пяти кубков мира нужно было быть в топ-38 мужчин. И как раз до последнего кубка все решалось. И по рейтингу после пяти кубков мира как раз прошел этот список, ну и соответственно получил лицензию. Соревнования по санному спорту на зимних олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане пройдут с 10 по 15 февраля. Генеральной репетицией к ним станет чемпионат Европы 28-29 января в латвийской Сигулде. Именно там украинские саночники проводят почти половину своих тренировочных сборов. Елена Дедух, Дмитрий Борщ, ЮЭй ТВ Через два часа следующий выпуск новостей. Оставайтесь вместе с ЮЭй ТВ и спасибо, что вам интересно, Украина. Субтитры подогнал «Симон»